Побои, измены, скандалы и преследования. Так описывает свою жизнь в браке врач жена Тажиева. Женщина не стала мириться и подала на развод. Во время бракоразводного процесса двое сыновей жили с матерью. По словам женщины, отец о мальчиках даже не вспоминал. А через два года бывший муж забрал детей через суд. Если почитать его заявление, он написал, что я не даю детей. Он не видит их. И дети, естественно, с ним хотят жить и так далее. Такого ничего не было. Это доказать я могу. Периодически дети у него были. Судья ни на что не обратила. Даже то, что он преследовал, то, что мы даже показали с участкового, вот эти справки, что защитное предписание было. Неоднократно вот это все. Судья ни на что не обратила внимания. Вынес решение на основании того, что дети, мол, хотят жить с отцом. Как уверяет адвокат Евгений Карпов, на суде их мнение не учли. Заключение суда было вынесено на основании заключения психологов, которые трижды менялись. То есть детские психологи, которые участвовали в рамках судебных заседаний, они сменились трижды. То есть единственное мнение, которое было суда для того, чтобы определить время общения с ребенками, то есть место жительства витрине детей с отцом ребенка, это третье все-таки заключение детского психолога, который присутствовал на судебном заседании. То есть, ну, эта компетенция, мы считаем, что она вызывает большие сомнения. Уже три месяца жена не видела детей. Общается с сыновьями по видеозвонку. Апелляцию межрайоны суд отклонил. Обжалование удалось добиться в городском суде. Отец детей на апелляцию не пришел, а его адвокат участвовал в процессе онлайн. Решением специализированного суда Шимкента по делам несовершеннолетних 15 декабря 2021 года было вынесено решение по иску Балтобекова-Сакена к Тажиевой-Жанат об определении места жительства двоих несовершеннолетних детей. В течение месяца решение суда можно было обжаловать, однако в свете январских событий Тажиева не успела это сделать. Поэтому суд счел причины пропуска уважительными и постановил восстановить срок для подачи апелляции. В настоящее время дело будет направлено в ювенальный суд. Узнать мнение бывшего супруга корреспондентам не удалось. Он и его адвокат категорически отказались комментировать ситуацию. Сейчас жана Тажиева не намерена сдаваться. Она хочет знать, на каких основаниях ее лишили права жить с детьми. Тем более, что в судебной практике в 99% подобных случаев дети остаются с мамами.